Рязанские ученые совместно с московскими специалистами исследуют роль серотонина на организм человека. Физиологи полагают, что серотонин образно можно назвать веществом социального счастья, потому что он делает своего обладателя более социально привлекательным. Однако сам по себе он не вызывает ярких ощущений. Его роль заключается совсем в другом – он уменьшает все, что слишком. Дело в том, что его прославили журналисты как гормон счастья. Но это гормон, когда он плавает по кровеносной системе. Когда он работает в мозгу, он называется уже нейротрансмиттер, нейропередатчик. Так презентует как гормон, повышающий настроение, но на самом деле это великий уравнитель. Избыточные эмоции он приглушает. И слишком сильную радость он превращает в ощущение ровного счастья. Слишком сильное горе он превращает в легкую светлую печаль. И самое главное, он позволяет человеку сохранять контроль. Удивительно, но растительный серотонин можно выделить технологическим путем из облепихи. Уже существует косметическая форма серотонина. Так что можно сказать, что наша отечественная косметика становится не только декоративной, но и эмоционально полезной. Серотониновый экстракт получают из молодых побегов облепихи, из листьев. Ягоды для производства не идут. На данный момент проводятся различные исследования, определяющие, как растительный серотонин влияет на организм человека. Мы занимаемся темой серотонина 15 лет. Оказалось, что в облепихе количество серотонина при ростах ягоди ураганное. Ни в одном из других растений такого количества не встречается. Россия – это та страна, где серотонин делается как фармацевтическая субстанция. И в этой области достигнуто открытие фармацевтики. Она называется синдром серотониновой недостаточности. Но растительная, она более богатая, имеет массы изомеров и такие же изомеры, которые в теле человека. Специалисты считают, что со временем выделенный из облепихи растительный серотонин можно будет применять в самых различных областях. Так, например, сейчас ученые говорят о возможности использовать его вместо ботокса и не только. Мы предполагаем использовать серотонин, аппликации серотонина, не просто на поверхность тела, а именно на биологически активные точки. Вот у меня появилась еще такая идея – использовать его в сочетании с акупунктурным лифтингом. Методика гораздо, скажем, физиологичнее, чем все другие, которые сейчас используются, в том числе и ботулинотерапия, потому что к ботулотоксину, во-первых, развивается привыкание, во-вторых, мимика у человека практически пропадает, так как блокируются нервномышечные синапсы. Здесь мы в организме ничего не нарушаем. Пока разработки находятся на стадии обсуждения и исследований, как будут применять растительный серотонин в будущем, покажет время. Олеся Котровская, Игорь Клотов, телекомпания «Город».